Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. Завтрашнего дня коэффициент оплаты жилья и коммунальных услуг для арчан составит 55%, что на 4% больше установленного ранее. По предварительным расчетам содержание двухкомнатной квартиры в среднем увеличится на 7,6%. В соответствии с существующим законодательством, федеральный стандарт на жилье и коммунальные услуги по стране сегодня составляет 80%. Чтобы снизить эту цифру, администрации области были изысканы дополнительные средства и установлен для оренбуржцев свой коэффициент 55%. В Орске, пытаясь войти в положение арчан, снизили и этот процент. Таким образом, с января 2001 года тариф оплаты жилья и коммунальных услуг был установлен в размере 51%. Весь вопрос и самый главный вопрос упирается в тепло, в оплату энергетикам. То есть все расчеты, которые сделали и которые области неоднократно показывали, все расчеты нам показывают такую ситуацию, что городу для того, чтобы расплатиться за тепло, которое мы будем получать в зимний период, не хватает 90 миллионов рублей. И городская администрация неоднократно выходила на областную администрацию с просьбой, чтобы выделили эти деньги городу. То есть у нас нет никаких шансов расплатиться с энергетиками по сегодняшним ценам, по сегодняшнему бюджету. Город пытался там с областью, администрации города пытались порешать, но область, в общем-то, отвечает примерно так. Извините, что могли мы сделали. То есть с 80 мы довели до 55 процентов, мы взяли на себя значительное количество затрат. Большую финансовую помощь городам мы оказать не можем. То есть вот на ваше усмотрение можете вы, скажем так, грубо вылезете вы из этой ситуации, готовы удержать 51 процент. Ну, держите. Нет, значит, не просите о помощи, а доводите до 55 процентов. На сегодня, в связи с тем, что вовремя не был введен 55 процентный тариф на жилье и коммунальные услуги, в целом город потерял около 46 миллионов рублей. И хотя сейчас увеличение тарифа на 4 процента принесет лишь 10 миллионов рублей, и этого не хватит, чтобы полностью расплатиться с энергетиками. Зато, как отметил генеральный директор МПО ЖКХ, эта мера позволит надеяться на помощь и содействие со стороны области. Как отметила зам генерального директора по экономическим вопросам МПО ЖКХ, резкого увеличения на пользование субсидий со стороны населения не ожидается. Главное, чтобы не уменьшилась субсидарная ставка.